Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске вы узнаете какие видеокарты AMD сняла с производства, насколько RX 6800 XT проигрывает своему прямому конкуренту и какие кулера выпустила компания Superflower. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить самые актуальные новости из мира технологий. И давайте начнем со старых видеокарт AMD которые все еще будут производиться. Еще в конце прошлой недели один китайский сайт сообщил о намерениях AMD прекратить поставки графических процессоров для RX 5000. Но оказалось, что это был не более чем фейк и AMD продолжит выпускать видеокарты RX 5000 и скорее всего свернет их производство только в следующем году. Но вот что касается великих полярисов, то они к сожалению уже не производятся и в ближайшее время пропадут из магазинов. А вот с новыми процессорами Ryzen 5000 не все так гладко как хотелось бы. На прошлой неделе стартовали продажи новых процессоров AMD. И как и ожидалось, первую партию смели с прилавков за считанные минуты и сейчас продают на вторичном рынке по завышенным ценам. Казалось бы, это нормальная ситуация для старта продаж, но судя по данным крупного американского магазина B&H, ситуация с доступностью Ryzen 5000 наладится еще очень и очень не скоро. Данный магазин начал принимать предзаказы еще вечером, 4 ноября за день до релиза. И те, кто успел оформить заказ еще 4 ноября примерно за 20 минут после старта, попали на первую партию процессоров и должны получить их до конца ноября или в первых числах декабря. Но те, кто заказал процессоры в последующие 40 минут после старта, вынуждены ждать их до 21 декабря. Но хуже всего ситуация обстоит с теми, кто оформил заказ после 10 вечера 4 ноября. Им магазин обещает доставить процессоры когда-то в течение первого квартала 2021 года, то есть января по март. Более того, на Reddit появились и скриншоты электронных писем, в которых магазин указывает, что вряд ли сможет выполнить заказ раньше марта 2021 года. Но более точную информацию на этот счет предоставит в начале декабря. Объяснить такую ситуацию в целом не так сложно. Скорее всего конвейер TSMC просто не справляется, ведь там одновременно производят и Ryzen 5000 и RX 6000 и в придачу еще кристаллы для консолей. Так что имейте в виду, что процессоры просто так купить не получится еще продолжительное время. Ну а пока производители не могут обеспечить всех новым железом, компания Superflower решила порадовать всех максимально красивыми системами охлаждения. Новая водянка уже скоро появится в двух вариантах с тремя кулерами и с двумя. Она подойдет под все современные сокеты, включая AM4 и LGA1200. А управлять адресуемой подсветкой можно будет через технологии материнок ASUS, ASRock, MSI и Gigabyte. А для тех, кто не любит водянки и просто хочет собрать красивую систему, они представили систему охлаждения башенного типа на четырех трубках диаметром 6 мм. Новинка также имеет управляемую красивую подсветку и имеет значение TDP 120 Вт. Ну а тем временем исполнительный вице-президент AMD по вычислительным и графическим продуктам поведал нам о следующей архитектуре Zen 4. Он отметил, что компании потребовалось совершенствовать архитектуру Zen 3 сразу по нескольким направлениям, чтобы добиться прироста удельной производительности на 19 %. А в случае Zen 4 список улучшений будет таким же длинным, как и сейчас. Он отметил предсказание ветвлений, структуру кэш-памяти и изменение длины исполнительного конвейера. А всё это будет совмещено с повышением энергоэффективности процессоров с переходом на 5-нм технологию изготовления. Также он отметил, что даже в рамках 7-нм технологии процессоры AMD будут подвергаться промежуточным улучшениям. Хотя бы по причине того, что TSMC совершенствует свои литографические технологии. А вот компания Hyundai Motor Group объявила, что с 2022 года все автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis будут оснащаться информационно-развлекательными системами на базе компонентов NVIDIA, входящих в состав платформы Drive. Это означает, что даже на бюджетных моделях корейских марок можно будет встретить мультимедийную систему с процессором NVIDIA. Стоит также вам рассказать, что NVIDIA уже сотрудничает со многими именитыми автопроизводителями типа Volvo, Mercedes-Benz и Toyota, а теперь к их числу примкнёт и наиболее популярные корейские марки. И давайте перейдём к новым тестам красных видеокарт RX 6000. Как мы знаем, на презентации AMD показала нам график, где 6800XT почти во всех тестах обходит RTX 3080. Однако тест Geekbench OpenCL говорит немного об обратном. В нём видеокарта 6800XT значительно выступает своему прямому конкуренту, а вот обычная версия RX 6800 показывает весьма внушительный результат и даже обходит RTX 3070. Все эти тесты проводились на системе скорой 9 10900K и возможно с процессорами Ryzen 5000 ситуация могла бы быть немного лучше. Однако не стоит делать какие-то конкретные выводы всего по одному тесту. Уже совсем скоро видеокарты выйдут на рынок и тогда можно будет открыто заявить, кто всё таки победил сражение в этой войне. А от третьего конкурента, который ещё не вошёл на рынок, прилетел новый ускоритель графики. Вслед за мобильным видеоадаптером Iris Xe Max дебютировал серверный ускоритель H3C XG310, рассчитанный на облачный гейминг и потоковую трансляцию видео. Одно такое устройство позволяет стримить до 60 ресурсоёмких игр под Android в режиме 720p и 30 fps. Сам ускоритель выполнен в формате однослотовой карты расширения PCI Express 3.0 с восьмиконтактным разъёмом дополнительного питания в задней части. А само устройство содержит сразу четыре GPU с архитектурой XELP, каждый из которых оперирует 96 исполнительными блоками. Кстати допускается и совместная работа сразу четырёх таких ускорителей в одном сервере. А сама Intel утверждает, что сочетание процессоров Intel Xeon Scalable этих ускорителей и фирменного программного обеспечения позволит создавать системы с высокой плотностью и малой задержкой, обеспечивая при этом низкую совокупную стоимость владения. А тем временем Cyanobench R20, которому уже полтора года, ушёл таки на покой. Компания Maxon посчитала необходимым обновить бенчмарк для оценки грубой производительности процессора. Главным новшеством тестового приложения Cyanobench R23 стала поддержка компьютеров Apple Mac на основе ARM процессора M1. Это позволит сравнить производительность CPU собственной разработки Купертиновцев с аналогами Intel. Однако следует иметь в виду, что шкала оценки потерпела существенные изменения, поэтому результаты из Cyanobench R23 нельзя сравнивать с цифрами, полученными в Cyanobench R20. А вот компания HiPoint анонсировала карту расширения SSD 7140, позволяющую сформировать высокопроизводительный массив хранения данных на основе твердотельных модулей NVMe M.2 SSD. Новинка устанавливается в слот PCI Express 3.0 X16 на материнской плате, настольного компьютера или рабочей станции и снабжено восемью коннекторами для подключения твердотельных накопителей M.2 размера 2242, 2260 и 2280. С таким устройством возможно формирование массивов RAID 0, 1 и 10. Максимальная суммарная вместимость может составлять 64 ТБ в конфигурации 8 по 8 ТБ, а заявленная скорость передачи информации достигает 14 ГБ в секунду. А вот на рынке мониторов появилась очень интересная моделька. Компания AOC и студия Porsche Design анонсировали релиз игрового монитора, который может похвастаться не только характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Устройство базируется на 27-дюймовой изогнутой матрице VA с разрешением 2560 на 1440 пикселей, примечательной частотой обновления 240 Гц, сертификатом веса Display HDR 400 и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro. А цена на такую новинку составит около 1000 долларов. Тем временем Inno3D готовится начать поставки видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 в исполнении iChill Frostbite, отличительной чертой которых является предустановленный водоблок. Обе видеокарты в таком исполнении получат прирост частоты в 3,5% по сравнению с рекомендуемой Nvidia. А компания Asus расширила ассортимент игровых клавиатур из серии Rockstrix моделью Scope RX. Новинка представляет собой вариацию известной версии Scope и оснащается оптическими механическими переключателями Rock RX Red. Они были разработаны собственными силами и Asus заявляет, что Rock RX Red это первые переключатели в мире с полным квадратным стержнем и встроенными в него светодиодами RGB. А данное решение обеспечивает равномерное освещение для каждой клавиши. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok